День Белой Улитки Мы с загадочной волшебницей сидели за столиком на милом уютном заднем дворике ее дома и наслаждались чаем и вкусными необычными сладостями, которые я видел и пробовал впервые, приготовленными ей. Солнце потихоньку готовилось ко сну. Оно умывалось, окутанное полупрозрачными нежными облаками. Ммм, наивкуснейшие штуковины. Ел я сладости и не мог остановиться. Ммм, тихонько посмеялась в ответ волшебница. А что более, никто к вам не придет сегодня? Нет, профессор, улыбка не сходила с ее лица. Я пригласила только вас. Хочу поговорить с вами ни о чем. Прекрасно. Разговаривать ни о чем – одно из любимых моих занятий. Восторженно сказал я, запивая ароматным чаем очередной таявший во рту кекс. «Один момент», – сказала волшебница и убежала в дом. Я сидел на стуле, отклонившись на спинку и смотрел в небо. В моей голове абсолютно не было никаких мыслей. Лишь неописуемое наслаждение охватило всю мою сущность. А вот и я, сияла радостью волшебница, держа в руках розовую записную книжку. Хочу вам почитать свои записи. Быть может, вы их используете в своих учебных пособиях. Я вопросительно посмотрел на нее. Да-да, мне уже все известно. Не смотрите так. И снова мило хихикнула. «Ну-с, вы готовы слушать мою околесицу?» «С удовольствием!» И с детской радостной улыбкой кивнул головой. Загадочная волшебница сделала глоток чая и открыла записи. Существует множество различных распространенных фраз и изречений. Некоторые существа слышали их и повторяют, не понимая сути. Произносят их механически. Ибо эти слова крепко сидят в их уме, как должное. Другие же существа действительно верят в эти фразы, но верят слепо. И во что они верят, то и происходит в их существовании. Например, знаменитое и распространенное изречение «Все мысли материальны». Когда-то для меня эти слова были установкой, догмой. И действительно, все, о чем я думала, превращалось в реальность. Становилось материей этого мира. Казалось бы, вот оно, настоящее волшебство. Но почему-то полного комфорта существования не ощущалось. Конечно. Не всегда мысли пролетают только нужны. Иногда забываешься, и пролетают мысли, которые никак не нужны. Но уже поздно. Мысль запущена. Но как-то я встретила пальмовую сову. И она мне сказала. «Не будь во власти чьих-то слов. Лучше возьми их в свою власть. Сама управляй словами. Так, как тебе нужно». Это было волшебство. Настоящее волшебство. Я сразу же выкинула из своего подсознания эти слова и сказала себе. «Материализуются только мысли, приносящие в мой мир радость и комфорт. А остальные пролетают мимо». И с того момента все изменилось. Во время учебы в университете мне нелегко было изучать физику. Одним вечером я гуляла по парку и встретила сидящего на скамейке и о чем-то задумавшегося нашего преподавателя по физике. «Добрый вечер», – поздоровалась я. «А, добрый-добрый», – вернулся он из своих загадочных мыслей. «Извините, что отвлекаю вас». «Ничего страшного», – уже улыбался он. «Что мне делать?» – присела я рядом. «Я ничего не понимаю в физике». «Ерунда», – ответил преподаватель. «Все вы понимаете. Позвольте поинтересоваться, чем вы увлекаетесь в так называемое свободное время». «Хммм, мне нравится изучать различные духовные учения и практики». «Ага, интересно. Вот что я вам скажу. Вся наша Вселенная, весь мир, в котором мы существуем, един. Неважно, духовная – это суть или материальная. Все конкретные духовные учения и материальные науки – это не что иное, как чьи-то интерпретации, облеченные в словесную форму. Одни существа наблюдали за окружающим материальным миром, а затем описывали его, другие – наблюдали за энергетическим миром и также делали его описание. Материальные науки дают нам, соответственно, материальный комфорт, а духовные учения дают нам внутреннее спокойствие и гармонию. И между этими интерпретациями различных сторон нашего существования можно провести параллели. Например, в анатомии существ сердце является двигателем крови. В физике сердцем трансформатора является его сердечник, через который проходит и преобразуется электрическая энергия. Ну и в каком-нибудь духовном учении. Центр живота является точкой, через которую проходит и уходит наполняющая нас энергия Вселенной. Таких аналогий можно провести много. Стоит всего лишь немного отстраниться от всего этого, посмотреть со стороны, охватить целиком и полностью взглядом и разумом все эти интересные, прекрасные и забавные интерпретации. И вы увидите, как на самом деле все просто и понятно. Через несколько мгновений тишины и хаотичного моего обдумывания всего услышанного я спросил, а можно одним предложением? Ха-ха, добродушно посмеялся преподаватель. Все, что вы изучаете, материю или духовность, вы изучаете всего лишь новые слова и словосочетания, которыми описаны все явления, происходящие вокруг вас в этом мире. Я решила провести эксперимент по ускорению материализации нужных мыслей и желаний. И вскоре, после длительных наблюдений и многочисленных опытов, я сделала выводы. Чем чаще мы вспоминаем свое желание, тем больше энергии мы направляем на его материализацию. Ускоряет и увеличивает эту энергию не только мысль, но также представление и ощущение того, что оно уже есть, и мы уже получаем то удовлетворение, какое желаем от желаемого. Прибавляют скорости нашим желаниям и мечтам также элементарные и приятные процессы, как записи желаний, причем в любых интерпретациях, и рисования, в котором нет никаких ограничений, фантазировать можно бесконечно. И еще один ускоритель, условно имеющий два направления. Его можно назвать магическим или волшебным обрядом. Первое направление, это совершение каких-то действий, в которые вложен смысл того, что если мы их выполним в определенной последовательности и при определенных условиях, то наше желание сбудется. И второе направление, это создание макета в любой интерпретации желаемого материального объекта. Я могу сотворить в своем мире, в том пространстве вселенной, в котором нахожусь, все, что только пожелаю. Я одновременно являюсь и самой вселенной, и ее частью. Через меня и мою материальную форму течет энергия, приходит и уходит, и вместе с этими процессами я сама создаю энергию и использую ее по своему усмотрению. Во всем существе моего бесконечного числа миров течет общая энергия, которую можно назвать различными именами. Мне ближе всего слово любовь. Любовь можно как угодно делить на типы, уровни, стадии, ее можно классифицировать, подразделять на виды и так далее и тому подобное. Но это всего лишь условности существ. Каждое существо видит и описывает любовь по-своему, дает свое определение. Любовь это волшебство, дарующее наслаждение существованием. Волшебство это любовь, которую лучше всего увидеть со стороны, и тогда становится ясной вся суть мироздания, становится ясной суть материального и духовного бытия. Некоторые существа используют такое слово как осознанность. Осознанность это волшебство, умение смотреть на окружающий мир материи и духовности со стороны. Это умение легко и непринужденно играть в существование в любом мире подобно ребенку, играющему в интересную и увлекательную игру, когда мы легко можем добавить, убрать или изменить все что угодно в одно мгновение, а можем завершить игру и начать другую, или играть параллельно в несколько игр сразу. Загадочная волшебница остановилась и положила розовый блокнот на колени. «Вот», — сказала она смущенно, улыбаясь и налила себе чай. Я молча смотрел на нее, абсолютно не двигаясь. Я был полностью погружен в очаровывающую песню, льющуюся из ее сердца и пронизывающую меня всего. Пока волшебница читала, я не совершал абсолютно никаких действий, ибо тело было заворожено безмятежным, но ритмичным танцем ее волшебных губ. И вся суть и смысл того, что она прочитала, хоть и не были мной услышаны в полной мере, но наверняка растворились где-то в моем подсознании. «Без комментариев», — ответил я. «Хм», — слегка прищурилась волшебница, глядя в мои глаза. «Непонятно, что у вас на уме?» «На каком таком уме?» — шутливо спросил я. «У меня нет его, к счастью». «Значит, вы наисчастливейшее существо», — засмеялась она, а затем с шутливой грустью добавила. «Кстати, мой ум тоже давным-давно покинул меня». «Доброй ночи, безумцы!» — ласково сказала засыпающее солнце, подмигнув нам оранжево-красной легкой вспышкой и уже полностью упуталась в ватный горизонт. «Мы молча сидели с загадочной волшебницей в нежном лунном свете и смотрели в бесконечное глубокое звездное небо. Каждый молчал о чем-то своем. А может наше молчание было общим и об одном и том же. И это безмолвие было таким же приятным, как и разговор». «Все наше существование в этом мире можно считать непрерывным движением. Но это движение ощущается лишь в том случае, если полностью погрузиться в него. А если проснуться, осознать и посмотреть со стороны на все вокруг, то можно увидеть всю окружающую действительность иначе. Все на самом деле статично. Вся действительность подобна картине, рисуемой нами. Ненужные нам элементы мы можем перерисовывать или вообще стирать. А элементы, которые становятся вдруг срочно необходимыми, можем легко нарисовать. Настроение рисуемой картины зависит от музыки, издаваемой нашим сердцем. Красочность картины зависит от танца нашего ума, а смысл картины зависит от нашей сущности. Творить волшебство на самом деле очень легко. Это намного проще, чем кажется на первый взгляд. Требуется всего лишь немного, совсем чуть-чуть собственного желания. И все получится. Но в любом случае, каждое умение приходит с практикой и начальными механическими знаниями. Например, чтобы уметь читать, нужно вначале выучить буквы. И снова видно, что умение читать зависит целиком и полностью от собственного внутреннего желания. А внутреннее желание – это потребность нашей сущности, то есть нас самих. Тем, чем мы являемся на самом деле. Наше внутреннее желание – это уже готовая суть или основа волшебства. Это алфавит волшебства. Волшебство можно назвать абсолютно все. Весь мир вокруг нас. Волшебство – это уже то, что мы просто есть. Мы можем думать, размышлять, фантазировать, чувствовать, ощущать. У нас есть абсолютно все для полного творчества в своем существовании. Мысль – это наша волшебная палочка. Можно колдовать сколько угодно. И эта волшебная палочка всегда в наших руках. Кить-художник – волшебная палочка. Смычок-скрипача – волшебная палочка. Фантазия ума – тоже волшебная палочка. А любовь – это волшебная палочка существования. Волшебство порождается любовью. И одновременно любовь – это не что иное, как самое настоящее волшебство. «Может быть, желаете мороженого, профессор?» – неожиданно спросила загадочная волшебница. «А вы знаете», – восторженно и радостно ответил я, – «с превеликим и преогромнейшим удовольствием». И буквально через несколько мгновений на столе из ниоткуда и из ничего появилось голубое мороженое, осыпанное шоколадной крошкой и кокосовой стружкой. «Волшебница, полночь уже миновала», – сказала я шутливой детской глупостью и непонятливостью. «Вчерашний день закончился. Начало положено новому дню. А значит, и праздновать день белой улитки мы будем по-новому?» «Да, профессор, по-новому!» «Все существование, весь мир, волшебство, любовь – это все мы. Это наша фантазия, это наше сознание, наша осознанность и наша сущность».